Микрорайон, центральный в новом городе, начал застраиваться совсем недавно. Современные дома, большой лицей, два детских сада, недалеко парк и Волга. Казалось бы, идеальное место для семейной жизни. Так считают многие ульяновцы, из-за чего численность жителей микрорайона увеличивается с геометрической прогрессией. Растет и количество учащихся. В 102-м губернаторском инженерном лицее ребята учатся в две смены. Но учебное заведение не резиновое, и в ближайшем времени места закончатся для всех. Об этом говорят родители. Они же обратились в нашу редакцию с просьбой огласки проблемы. Стройка ведется у нас постоянно, и население увеличивается с каждым годом. Вот на данный момент у нас в микрорайоне достраивается 70 домов. И численность квартир в данном микрорайоне около 10 тысяч. И вот в каждой такой квартире живет семья. И таким образом мы получаем среднюю численность населения нашего микрорайона более 20 тысяч человек. А построен лишь один лицей и два детских сада. Тем не менее, многие родители не видят проблемы. Ребенка можно возить в соседние школы, благо машины сейчас есть почти в каждой семье. Другие утверждают, что эта проблема как бомба замедленного действия. Взорвется, когда все строящиеся дома будут заселены. Воздвигать школу в новом районе – непотребность, а необходимость считают мамы и папы. В наших районах, в более дальних районах, школа действительно недозагруженная. И строить еще дополнительно один корпус, я понимаю, что жителям неудобно. Но я считаю, что проблемой здесь все-таки необходимо организовать подвоз детей и каким-то образом организовать их, чтобы они добирались до дома обратно. Проблема, наверное, больше в этом, а не в том, что необходимо строительство корпуса. Идти в соседние школы советуют и в управлении образования. В свою очередь, они обещают обеспечить подвоз учеников к ближайшим учебным заведениям. Проблема действительно сегодняшний день в данном микрорайоне существует, потому что при планировании и застройке данного микрорайона нужно было предусмотреть школу на 3, в крайнем случае на 2 тысячи мест. Но поскольку школа у нас только построена на 1100 мест, то, конечно, мы провели очень большую работу. Большую работу с директорами соседних школ. С родителями я неоднократно встречалась, потому что мы понимаем, что школа переходит на двухсменную работу. И если родители кого-то не устраивает вторая смена, мы готовы организовать подвоз в близлежащие школы. 102-й губернаторский инженерный лицей – учреждение новое и современное. Желание отдать ребенка в хорошую школу понятным. В управление образования добавляют. В новом городе достаточно школ с современным оборудованием и квалифицированными педагогами. Один из них – авторский лицей номер 90 имени Эдвардса, который находится через дорогу от микрорайона Центральный. По словам директора, в учреждении сейчас около 300 свободных мест. Все наши выпускники, как было раньше, так и сейчас, поступают в высшее учебное заведение. Наши учителя дают очень хорошие знания, которые достаточны для того, чтобы поступить не только к нам, но и в Москву, Ленинград, еще куда-то, еще куда-то. Качеством образования в 90-м лицее довольны и родители. Успехи моих детей были бы невозможны без профессиональной работы наших, можно сказать, высококлассных педагогов. Кроме того, нужно отметить, что всему этому способствует и техническое обеспечение лицея, он обеспечен современно. Тем временем обеспокоенные родители просят помощи губернатора и депутатов. У многих жителей есть маленькие дети, которым через несколько лет предстоит тоже взять в руки ранец и отправиться получать знания. Хотелось бы обратиться к нашему губернатору, русских Алексею Юрьевичу, помочь нам в сложившейся ситуации, потому что наши дети ходят в переполненную школу, с годами этот вопрос будет только нарастать. Нас отправляют в соседние школы, которые находятся за 2 километра и более, с небезопасным путем. Мы понимаем, что это не ваша вина и проблема прошлого руководства, скорее всего, но сейчас последняя надежда у нас только на вас. Некоторые жители микрорайона винят предыдущие власти, якобы закладывая школу на тысячу человек, сэкономили на комфорте ульяновцев. По оценкам специалистов, в новых микрорайонах школы должны строиться на 2000 мест и более. Микрорайон растет и не исключено, что в ближайшие годы о строительстве новой школы заговорят в положительном ключе. Светлана Карпухина, Данил Сурков, Улправда ТВ.